всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю новый влог и в этом влоге хочу вам показать свой заказ faberlic ну и так немного обо всем у нас сейчас немножко вышло солнышко обещают сегодня опять дожди в общем у нас наша любимая питерская погода ночью 13 12 градусов днем 17 18 19 и дожди и дожди и дожди и дожди и дожди и дожди у нас тоже там какой-то район питера затопило приморский улицу парашютного по моему вот так что до вернулась а то жили как в сочи весь июнь июль все это такое да вот вам питер питер снова вернулся конечно на самом деле хорошо сейчас по крайней мере все прольет это раз во вторых девочки пойдут грибы я пойду за грибами а то я в этом году думала вообще не будет грибов и думаю как так как так не будет грибов потому что когда такое сухое лето конечно же никаких грибов нет вот поэтому поэтому это даже хорошо но я по крайней мере радуюсь дождям потому что я пойду за грибами но конечно не сейчас а наверное но если так дальше будут дожди то наверное уже ближе к сентябрю уж точно я пару разиков сгоняю в лес потому что в этом году у меня в планах было засушить грибы я из сушеных грибов варю суп вот и у меня все сушеные грибы закон вообще у меня все грибы закончились поэтому мне нужно грибы вот так что вот так вот вот такая вот у нас погода вот и кстати достаточно холодно мы тут даже как-то включали отопление представляете потому что реально ночью 12 градусов и не дома же остыла прямо было очень очень холодно сейчас вышло солнышко но будет будет сегодня дождь обещает может быть даже будет гроза вот так что вот так но давайте покажу вам свой заказ faberlic и заказ faberlic давайте начнем с бытовой химии купила вот эти гели для душа очень не понравились моим мужчинам и мне в том числе здесь на очень вкусно пахнут они классно пенятся вот взяла две штуки одинаковые именно вот этот аромат очень нам понравился супер вот и освежители воздуха их постоянно беру очень нравится нравится аромат и вот этот вот такой ананасиком действительно дает это просто свежестью еще увидела faberlic он вот такие для средства от очень для кофемашин и чайников надо будет мне почистить здесь 4 капсулы мне как раз хватит на кофемашину кофемашина по-моему меня как-то по-другому чистится на общем для чайника по крайней мере точно мне подойдет вот так что здесь еще каталог как всегда обязательно полиставить какая-то новая тушь надо будет попробовать и самое главное я снова заказала вот эту сковородку у меня как-то спрашивали чем я удаляю вот это вот нагар на вот внутренней стороне на сковородке девочки вообще нужно конечно мыть сразу я грешу тем что я этого не всегда делала и в итоге вот этот вот нагар он прилипает и прилипает и когда я его счищаю какие-либо средствами да в итоге но портится вот это покрытие вот какие бы сковородки у меня не были но вот это вот от faberlic у меня прожила дольше всех вот этот диаметр 28 который я на ней жарю все и котлетки и блинчики и все 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 вообще все что жарю и наггетсы детям все жарю вот на это потому что она большая и сразу большой объем у меня бывает вот куриную грудку я детям когда делаю да я ее сразу сюда выложила потом перевернула все у меня на одной сковородке не надо снимать накладывать снова котлетки тоже жарю постоянно вот этот диаметр и моя пришла в негодность уже потому что я ее чистила уже в общем здесь все потерлась и ручка у меня уже тут вся испортилась но прослужила мне предыдущие вот такого же диаметра наверное почти два года нет может быть года полтора ну год точно вот это и она не вздулась ничего просто вот из-за частого использования частого мытья у меня испортилось вот это вот покрытие и в посудомойке я не мой из сковородки хотя вроде бы здесь можно нету для всех видов плит не рекомендуется мыть посудомоечной машине вот видите написано но я не мой из сковородка очень классная она легкая при этом но достаточно толстая в общем не знаю мне по всем параметрам очень нравится вот купила себе на смену и также своим девчулям я взяла вот такую перчатку ну-ка знаете на войне все средства хороши это на войне с шерстью я имею ввиду эти перчатки для вычесывания шерсти животных но она скорее подойдет наверно для как раз таки булны и джуси тоже в общем сейчас попробуем как он пойдет не пойдет розовенькая как раз для моих девочек так что вот такой у меня был небольшой заказ фаберлик ссылки и артикулы как всегда я вам оставлю внизу в инфобоксе давайте попробуем перчатку мадам как раз спит давайте жбон что это такое вообще мать ты скажи чего вообще-то творишь вот того котя ну бона любит у меня когда его вычесывают он шерсть смотрите-ка есть но правда я ее уже тут она вычесала нам не уже не так сильно линяет и намыла ее смотрите ой смотрите сколько шерсти боишься только вычесывала недавно вот и вон она какая смотрите сколько девочки слушайте алима хрюша вот ему хрюша хрюша мамина да она любит когда ее там вот так вот по всякому по всякому я да хорошо скажи джоуси сразу же прибежала смотрите девочки как много вот как много доча сейчас будем чесать хорошо скажи хорошо бы не очень кайфует всегда когда ее как-нибудь то уши и чистишь то вычесываешь и не нравится всегда смотрите девочки сколько джоуси что такое бона линяет это с учетом того что я ее вычесывала недавно вчера и вот сколько у нее еще шерсти вот и чё такая ты чё линяешь бог же хозяйка ты сумасшедшая стена классная перчатка классно мне мне нравится вот так вот босиком на и кстати никогда не было такой перчатки тут фаберлик увидела дома надо заказать попробовать на войне с шерстью все средства хороши особенно бонина она вот так вот пыли у нас везде лежит я показывала же как-то вот такая красавица у меня будет красивая какая к тому будь кровь и ой такой мама до красивой доча будет ой сколько девочки но тебя тоже тебя тоже нет тебя на риску кусте какой кошмар бона ты посмотри пузико на дачу пузико тоже сейчас надо снять эту шерсть но очень классно мне понравилось смотрите сколько круто да девочки классно перчатку маму бона так смотрит на меня скажи смажите смажите хозяйка иди дай поспать покормить чем-нибудь вкусненьким скажи вкусненько дайте между так вот так что прикольно будем чесаться девчулями а у нас все дождь и дождь и дождь и дождь и дождь и не ходи там дождь не ходи все поливает поливает и поливает даба джуси не ходи дождик бота умная на крылечке сидит думаю принцесса на принцесса дождик мокро мокро дождик вот так вот кому не хватает дождя я готова девочки с вами поделиться реально все заливает уже заливает и заливает и говорят всю неделю так будет и следующей неделе как будет короче да девочки девочки выходят посмотрят ничего хорошего там нет на улице и домой вот так эти девочки хочу вам показать меня просили вместе с вами сделать но я решила вначале попробовать сама сделать потом вместе с вами как-то сделал принципе делается очень просто сделала я вот такой греческий йогурт и здесь можно сделать два вида йогурта вот с этой закваской просто не вязкий йогурт он будет такой прям густой густой а можно сделать греческий так вот греческий делается после того как йогурт заквасится в общем я полтора литра молока у меня было и я поставила в духовку просто в кастрюльке при температуре 40 градусов у меня поставила ну где-то часов 5-6 наверное он меня загустел потом поставила друшлаг в друшлаг положила марлю и откинула вот этот йогурт как бы на эту марлю потом вот связала вот таким ну как бы завязала да и у меня стекла сама сыворотка на сыворотки из сыворотки я сделала блинчики блинчики кстати ничем не хуже чем если из обычного молока вы делаете он пожарила блины и получился у меня вот такой вот обалденный йогурт посмотрите какой он по вкусу такой сливочный такой наподобие филадельфии только более такой ведь мягкий и более сливочный получается вот мы его уже тут во все едим здесь это просто йогурт а вот здесь вот у меня я попробовала буквально немножко добавила сюда это я размешивала вот ну и муж у него ждут пробы поснимал в общем добавила сюда сухой укроп немножко черного перца и соли и получается знаете как творожный сыр вот покупаете в магазине то есть он такой такой вот прям но очень короче вкусно вот этому как раз можно намазывать прямо на бутербродик будет очень вкусно но вот это вот тоже самое принципе можно использовать как ну что-то наподобие творожного сыра мне очень понравилось я на полтора литра взяла вот один вот такой стик вот и следующий раз я наверное сделаю не из полутора литров а побольше наверное литра 3 чтобы меня сразу было много плюс я сюда добавила вот эту добавку которая показывала в предыдущем влоге чтобы дольше хранилась в принципе вот это вот у меня съесться быстро потом через какое-то время я сделаю еще больше пока из заказов ничего не делала вот только вот это на пробу решила сделать очень понравилось девочки намного вкуснее чем магазины здесь кстати вопрос идет не только ну не в экономии даже а в в том что это намного вкуснее чем в магазине если покупать это действительно так и вот это вот я сделала из молока обычного постерилизованного только недлительного хранения взяла у меня было какой-то семь суток как-то так или простоквашина я уже честно не помню полтора литра вот это вот бутылка такая большая у меня была вот я такое сделала то есть в принципе можно не искать до домашние из-под коровы молоко сделать из пастеризованного в принципе все то же самое то есть я его просто не кипятила а нагрела добавила закваску хорошо перемешала поставила в духовку эту кастрюлю при 40 градусов куда где-то пять часов он у меня постоял в духовке потому что сейчас дом у нас но не то что прохладно но в общем вот что побыстрее заквасилась и потом откинула и у меня постояла в холодильнике вот откинутая на друшлаг на марлю да у меня постояла где-то ну наверное ночь постояла и потом вот такая вот получилась история очень вкусно девочки всем советую сделать у кого есть время желание обязательно попробуйте сделайте вот этот греческий йогурт это вообще нечто я бы так сказала ведь это тоже зеленью нарисована с перчиком принципе так я и сделала и получается вот реально как творожный сыр и зеленью вот можно мне кажется попробовать вот я потом попробую чесночок добавлю тоже должно быть очень вкусно еще также меня спрашивают что я делаю из кабачков девочки я их но кабачковую круг как вы уже поняли и еще я их только жарю жарю я их просто на сковородке с маслом без чеснока просто соль и обваливаю в муке мука смешана солью все и обжариваем так как кроме меня я уже говорила кабачки никто не ест то вот сейчас пожарила один кабачок но мне это на обед ужин и так далее то есть на несколько дней себе жарю и просто добавляю к основному блюду и кушу так что больше ничего не делаю даже делать больше ничего не хочу потому что но только одна я ем и чем не стараться жарю вот так вот и все тоже они мне быстро нагидают поэтому где у меня не так много их посажено всего три кустика кабачков поэтому в основном собирают только на кабачковую икру еще и сегодня напекла лимонные кексики у меня один такой большой я его подольше обычно держу и вот такие вот маленькие получать у меня дети любят маленькие муж обычно большой ест вот у меня уже есть на канале рецепт с лимонными кексами кому интересно я оставлю вам внизу инфобоксе рецепт но видео в котором я показывал этот рецепт очень кстати классные кексики получать единственное что они у меня всегда вот это почему-то происходит с лимонными кексами у меня то есть мне советовали переворачивать на бок до что вот эта верхушечка не опадала но у меня как вы видите она все равно падает то есть на некоторых вот тут не опала но она все равно стала поменьше чем было а вот на этих у меня совсем она падает но это происходит только с лимонными кексами а так обычный кекс если испекут он мы такая шапочка красивая она у меня так и остается с лимонными не знаю может много лимона кладу я вот по рецепту ровно по рецепту делаю то есть там пол лимона получается на 120 грамм 120 грамм до масла но я здесь делаю вдвойном то есть беру 250 грамм масла и целый лимон вот и у меня получается вот еще дополнительно вот такой большой кексик мои как раз сейчас вечерком чай попьют и на завтрак вот обычно кстати когда я делаю какую-то выпечку подобного рода там пироги и кексы не обычно вечером пью чай и еще с утра завтракают вот поэтому поэтому да удобно зато знаете не спекай и завтрак тебе и просто десерт так что вот такой вот у меня такие у меня получились кексики это как на улице дожди как вы поняли я занимаюсь в основном готовкой сейчас приготовила ужин здесь у меня тушеная свининка с фасолью стручковой который я вырастила в парнике в теплице да просто потушила я вот эту фасоль предварительно от отвариваю в подсоленной воде буквально чуть-чуть вот совсем там не знаю пару минут буквально и потом добавила сюда к мясу здесь у меня еще лучок томатная паста в общем такое тушеная свининка на гарнир у нас сегодня будет картофельное пюре вот у меня как раз варится картошечка сейчас как раз сделаю пюрешку вот и также приготовила овощной салатик это тоже овощи из моей теплицы огурцы и помидоры это очень приятно чуть-чуть у меня оставалось сметаны я добавила сюда вот ну а я еще в дополнение буду есть свои кабачки вот так что вот такой вот у нас сегодня ужин и ну и я на такой вкусной ноте на сегодня с вами буду прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео но полка вас полезным самое главное интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую и до новых встреч